всем привет народ видосик посвящен одному из самых интересных на мой взгляд самолетов это торнадо айди с чем он примечателен во первых это единственный нормальный топ у германии который реально может что-то показывать момент 2 это бомбардировщик с достаточно обширным количеством бомб то есть как вы видите у нас 1000 фунтовки по 2 штуки того 6 с каждой стороны всего 12 средства противодействия у нас 56 штук и еще а им 9 очень хорошие все ракурсные ракеты защитает помех как я понял но это не точно ему не нужны подвесные баки даже на больших картах он отлично справляется как с воздушкой так и с наземкой и также он может играться в совместных боях почему потому что есть баллистический вычислитель и вы можете лететь по низам и спокойненько крабить чувачков достаточно больших скоростях и так я не буду заходить совместные бои я думаю это и без меня вы сможете сделать тут этот самолет интересен исключительно в рамках воздушного рб для того чтобы нам прокачивать ветку авиации германии чайку за ваше здоровье и поехали понятное дело ребят это не истребитель это бомбардировщик изначально самолет насколько я знаю проектировался для прорыва через вражеский пво поэтому думайте сами решайте сами у него есть радар который по логике должен еще показывать упреждение для пушки кстати а пушка у нас 360 выстрелов стреляет она хорошо урон наносим тут как бы лучше не скажешь всего это место да несмотря на то что 11.0 попадаем стоповыми самолетами при этом при всем наши вот это дура вполне себе справляется с такими задачами как защита от воздушных каких-то средств противника а именно с другой авиацией но когда вы будете сталкиваться ребят с какой-либо авиации противника всегда помните это бревно это не истребитель это бомбардировщик тяжелая дура который несет огромнейшее количество вооружений ну я думаю вы будете мне еще вот интересно что вот это вот за ракеты у нас на подвесах на крыльях по бокам то есть противовоздушки у нас вот внутри не а на внешних подвесах что это я не знаю муж средства противодействия ну вроде бы как бы и нет нас лтц вот они по моему заряжен откуда нутки думать вообще с кончиков крыльев может быть это реальный альта церкви так это я что-то как-то круто у нас изменяемая геометрия крыла как вы видите в ограниченном понятное дело количестве все-таки изменяем благо ракетка все ракурсные может что-то показывать попробуем прорваться через ряды противников вот таким вот хитрым маневром и попробуем разбомбить базу мы своими бомбами можем забрать две с копейками базы в целом боеприпасов хватает ну можно вообще не париться просто по 6 бомб скинуть на самом деле топить оттуда причем чем быстрее мы начнем гнать тем лучше зачастую противники понятное дело виде истребители сразу же идут и пытаются в ближнем бою друг с другом воевать в нашем случае мы еще можем блин по своему дал твою дивизию мужик прости ну он не ожидал такой подставы я думаю есть это ценят против сухого это как правило бесполезно отбыл отворачивать давайте следующий бой слабо по союзнику не попал ну подловили и подловили ладно идем дальше максимальная цена ремонта у нас как видите 5 700 в целом вполне себе учитывая что мы достаточно быстро долетаем до целей да понятно не как миг 21 да но все-таки это дает нам все шансы для того чтобы так или иначе по фармить то есть мы делаем один фраг мы уже в плюсе делаем фраг уже в плюсе а фраге он как видите вот две ракеты пустил как бы одной забрал у меня вот 12 фрага забой стабильно то здесь я еще долетаю до базы откидываюсь это прям вообще манна небесной то есть за один бой я на этом торнадо вывозил в среднем по 50 70 тысяч это вот как здрасте плюс это дура сверхзвуковая так что норм у нас есть еще обратная тяга и и правда надо включать и я на честно скажу мужу почему потому что достаточно тяжело и тормозить я говорю это большой если они заберут базы пофигу пройдемся по наземке вообще не страшно колбасит нас конечно тут знатно кабина достаточно классная в тактической карте все хорошо все индикаторы у нас тут есть я чуть не разбился только что красный переходим на сверхзвук нефиг делать но топлива я думаю видно насколько уходит если прям совсем далеко обидеть ребят подключить форсаж и никаких проблем конечно наша первостепенная задача в идеале отбокиться по базе потому что за базу хорошо даю вот 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 этим кстати хорош фантом он достаточно шустрый и как раз по базам на нем отбомбиться вполне себе ну я наверно вон по колонии сейчас пройдусь что не очень четкие ощущение того что сейчас кефир просто берет одну базу по-моему еще и на вторую вот же мы вот 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 МИГ-23 А, ну все, он должен сейчас отбомбить Блин, один кефир тот, другой кефир там Кипец Ну, поворачиваем мы как бревну, как я и говорю И, понятное дело, вы скажете, из того, что у нас бомба, там еще что-то Не, ребят, не из-за этого, просто потому что самолет там в себе такой Не, ребят, не из-за этого, не из-за этого, не из-за этого Жалко промазал Пытаемся разогнаться Мы, есть что, фантомы перегоняют Но, не успели И, в целом, мы его можем перегнать, проверено Ну, жалко, надо было бомбы скидывать, его забирать бомбами Ну, что-то не догадался Ну, опять-таки, мы покрабили на земку, да Я тупанул, надо было сбить сначала, ну, снять захват самолета вражеского, потом заново взять его в захват Если я ему в лоб пустил бы сейчас ракету, я бы спокойно бы сделал бы фраг Ну, плюс один самолет бы был, но в целом Вот, и на торнадо, в принципе, ненапряжно играть То есть, вы вылетели, откинули, постреляли и все, пошли дальше по своим делам Пожалуйста, денег мы заработали, опять-таки, есть что? Сейчас заглушу тут некоторые сервачки Отлично Поехали Еще раз Последний, я думаю Я, ребят, не эксперт в игре на авиации Я небольшой, там, мастер штурмовки или еще чего-то Я, вот, обычный чувак, который купил премчик и зашел поиграть Все Ну, кстати, как раз У меня полный бак Я несу больше бомбовой нагрузки сейчас Топливо у меня тратится медленнее, у меня его больше Я сам по себе тяжелее, чем фантом Так, перешли на вторую Ну, и вот, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть я его дергаю 21 мега догоняем Субтитры сделал DimaTorzok Главное, не забывайте На сверхзвуки нельзя скидывать бомбу Не забывайте оттормаживаться Чуть-чуть, часа аккуратнее Подоворачиваем так, чтобы скорость сильно не потерять Опа, не забывайте Опа, не забывайте ну по идее захват должен сбиться и в рули не повезло не фортануло хотя странно я шел по низам прям я думаю захват собьется но надо было пораньше ну и такие бои тоже бывают абсолютно всех самолетах ладно в общем чем можно сказать ракеты у него противосамолетные вполне себе да главная задача вам опять-таки долететь это лучше облетать подождать пока у союзников завяжется бой после чего самому уже вылетать в стан врага поводу бомб дофига бомбят хорошо то есть хватает на 5 штук бомб на базу и у вас еще две тысячи на остается там dot забрать или еще что-нибудь самолет шустрый лтц-шки есть радар есть в целом учитывая то что ему одна единственная альтернатива это лазурь у которого радар откровенно говоря так себе да я за торнадо однозначно вот как как то так в общем всем удачи всем спасибо всем пока